Здравствуйте! Меня зовут Козлова Светлана, и я приветствую вас на канале timestudy.ru. Сегодня мы с вами будем заниматься йогой, и в нашей программе сегодня укрепление плечевого пояса и укрепление мышц живота. Я советую как минимум два часа перед занятием не есть и женщинам во время женских дней эти позы не выполнять, потому что слишком большие манипуляции идут с брюшной полостью. Итак, давайте приступим. Сядьте удобно в швостикасану, перекрест ног идет на центре голени, вытащите из-под себя ягодицы, прямо из-под себя и в стороны, так чтобы вы смогли почувствовать середины седалищных костей. Поставьте руки в пол по обе стороны от костей таза и немного отталкиваясь руками, поднимите грудную клетку и вытяните себя наверх. Расправьте плечи, раскройте грудной отдел, посмотрите прямо перед собой, ваш подбородок параллелен полу, он расслаблен. Приподнимите руки, соприкосните ладони перед грудью, окажите небольшое давление ладони друг на друга и закройте глаза. Успокойте свое дыхание, мягкий спокойный вдох и такой же мягкий спокойный выдох. На каждый вдох мы вытягиваемся еще макушкой наверх, вытягиваем и удлиняем полностью весь позвоночник, а с выдохом отпускаем все лишнее напряжение из своего тела. Расслабьте лицо, разомкните зубы, расслабьте губы, расслабьте живот, пусть он будет в легком тонусе, позволяйте животу подниматься вверх за ребрами. Расслабляем также ноги, внутренние пахи, внутренние бедра. Пусть наши колени опускаются вниз, но при этом таз удерживаем очень компактным и тяжелым. От тяжелого таза мы еще вытягиваемся наверх. Полностью успокаиваем все органы восприятия, все органы чувств и постепенно всю энергию органов восприятия обращаем вовнутрь, направляем в себя. Точно так же мы полностью успокаиваем свой ум, разум и постепенно ясный спокойный ум тоже обращаем вовнутрь и тоже направляем в себя. И сейчас мысленно, от чистого сердца поприветствуем всех учителей и мудрецов, кто донес до нас азы практики йоги, свет йоги. Поприветствуем себя, свой чистый разум, чистое сознание, свет внутри себя и свет внутри друг друга. Склоним голову, распустим руки, положим их на бедра, приподнимите голову и позвольте глазам открыться. Отлично, мы с вами настроились на практику и сейчас переходим непосредственно к ней. Первое, что мы сделаем, это разогреем шейный отдел. Сейчас пойдем по кругу. Вытянитесь макушкой наверх, удлините себя хорошенько и затем на выдох опускаем подбородок груди. Правое ушко направляем к правому плечу, макушкой потянитесь далеко-далеко назад, левое ушко к левому плечу и опустите подбородок вниз. И еще вправо, назад на вытяжение, влево и вниз. И еще круг вправо, влево и вниз. И три круга в обратную сторону, то есть влево, назад, вправо и вниз. И последний круг в левую сторону, хорошенько вытягивайтесь макушкой, плечи опускайте вниз и затем поднимите голову. Отлично. Соберите колени, уберите ноги назад, сядьте на пятки в аджирасану. Здесь пятки как можно ближе друг к другу, колени тоже как можно ближе друг к другу. Вытянитесь больше наверх, расправьте плечи, урдха бодгангулясана. Руки вытягиваем прямо перед собой, переплетаем пальцы рук, берем замок, выворачиваем этот замок от себя, плечи на место, большие пальцы вместе. И на вдох мы поднимаем руки наверх, хорошенько вытягиваемся руками вверх и немного назад за линию ушей. Держите большие пальцы вместе, выпрямляйте локти и запястьями как бы разрывайте замок, тянитесь в разные стороны. Пальцы рук удлиняем, кожу ладони вытягиваем и затем на выдох руки опускаем, выворачиваем замок и берем неудобный замочек, просто поменяйте, сделайте другие пальцы сверху. Да, и также выдох от себя, плечи на место и на вдох поднимаем руки наверх. Хорошенько потянитесь опять руками вверх и немного назад, как будто вы хотите уйти назад за линию ушей. Опускайте при этом плечи вниз и руками поднимайте боковые поверхности туловища. На выдох мы руки опускаем, выворачиваем замок, распускаем, встряхиваем, избавляемся от всего напряжения. Сядьте вдоль коврика, так чтобы перед вами было достаточно много места. Разведите колени в стороны. Адхаму куверасана, то есть делаем наклон вниз, груди и руками хорошенько вытягиваемся вперед и опускаем голову на лоб. Старайтесь сохранять таз на пятках, то есть не поднимайте его. Такое ощущение, что вы подкручиваете копчик вниз. Руки активные, локти вверх от пола, кости плеч вставляем в плечи. И здесь аккуратно, не смещая ладони с пола, приподнимаемся наверх на колени, поставим стопы на ширину таза на полупальцы и войдем в собаку, смотрящую мордой вниз. Адхаму куверасана. Можно сначала даже согнуть колени, самое главное это вытянуть спину. Опустите голову между руками, шея длинная, а затем выпрямляйте колени, толкайте колени и бедра назад. Если вам легко, опускайте пятки вниз, растягивайте задние поверхности ног, расслабляйте полностью живот, пусть живот как бы падает вниз из области таза к диафрагме. Представьте себе, что вы хотите перенести вес тела больше в ноги, то есть отталкиваетесь руками и переносите вес тела в ноги. Затем вдох, высокие полупальцы, подойдите ногами вперед и поставьте стопы пока на ширину таза. Пальцы стоп вытянуты, выпрямите колени и поставьте руки перед собой на жесткие пальцы. Если тело жесткое, не дается вам пока, у вас не получается выпрямить ноги, то возьмите, например, вот такие блоки, кирпичики и поставьте руки перед собой на кирпичи. В крайнем случае можно просто упереться в ноги. Потянитесь пока хорошенько грудной клеткой вперед, кости плеч в плечи, лопатки в себя и если есть возможность, то начинайте опускаться вниз. Сгибайте локти, опускайтесь глубже к ногам, постепенно опускайте голову и расслабляйте шею. Продолжайте затягивать коленные чашечки и уплотнять бедра. Внешние пятки давите в пол хорошенько и тем самым спускайте внешние бедра вниз к внешним пяткам. Затем мы будем подниматься. Сначала посмотрим прямо перед собой, поставим руки на таз и сделаем полный подъем наверх, полностью вырастаем. Отлично. Мы с вами поднялись наверх и сейчас мы с вами переходим к суринамаскару. Это приветствие солнцу. Встаньте в начало коврика, поставьте ноги вместе, большие пальцы вместе, пятки как получается. Затяните коленные чашечки, уплотните бедра, расправьте плечи, вытяните каждый палец руки вниз, макушкой вытягивайтесь наверх и сначала мы пойдем медленно. Разверните ладони и руки через стороны на вдох, поднимите наверх, посмотрите наверх и вытянитесь хорошенько. На выдох опуститесь вниз к ногам и сложитесь полностью пополам, насколько можете. На вдох потянитесь грудью вперед, прогнитесь в верхней части спины, согните колени, ладони в пол и отшагните назад, собака смотрящая мордой вниз, пятки больше к полу тянем. Затем вдох, высокие полупальцы и только правой ногой шаг вперед, левую пятку мы подворачиваем, ставим в пол. Вдох, поднимитесь наверх, макушкой руками потянитесь наверх. Обратите внимание, правое колено находится над пяткой, левое колено затянуто. Выдох, опускаемся вниз, шаг назад, собака смотрящая мордой вниз, пятки больше к полу. Затем левая нога пошла вперед, правую пятку также к полу ставим. Вдох, поднимаемся наверх, макушкой руками вытягиваемся. Выдох, опускаемся вниз, шаг назад, собака смотрящая мордой вниз, пятки к полу. Выдох, планка, одна прямая линия. Если вам тяжело, делайте от колен. Чатуранга дандасана, локти назад, притягиваем землю, на вдох выныриваем наверх, урдхамуквашванасана, собака мордой вверх и на выдох перекатываемся в собаку, смотрящую мордой вниз. И вот здесь мы немного задерживаемся. Голова между руками, шея длинная. Руки активные, полностью прижимайте ладони к полу, расслабляйте живот, затягивайте коленные чашечки. Вдох, высокие полупальцы подойдите ногами вперед опять, поставьте ноги вместе, вдох, груди вперед, выдох, полностью опуститься вниз к ногам, сложиться пополам, наверх за сильными руками, сначала руки, и только потом у вас поднимается спина, посмотреть наверх, выдох, руки в намасте перед грудью, тадасана, выровняли себя. И второй кружочек, руки через стороны наверх, вдох, вытянуться, выдох, опуститься вниз к ногам и сложиться пополам. Вдох, потянитесь грудью вперед, прогнитесь, согните колени, ладони в пол, отойдите. Собака, смотрящая мордой вниз, затем правая вперед, левую пятку в пол, вдох, подняться наверх, вытянуться, выдох вниз, шаг назад, собака мордой вниз, выдох, планка, чатуранга дандасана. Вдох, собака верхняя, старайтесь поднимать колени и бедра от пола, и выдох, собака нижняя. Стоим, здесь небольшая задержка, здесь у вас идет небольшой отдых, вы восстанавливаете дыхание, если оно сбилось. И затем вдох, высокие полупальцы, подойдите вперед, поставьте ноги опять вместе, вдох, грудью вперед, прогнуться, выдох, опуститься полностью вниз к ногам, наверх, за сильными руками, сначала руки, и только потом поднимается спина, вытянуться наверх, выдох, руки в намасте перед грудью, тадасана, выровняли себя, и еще руки наверх, вдох, и выдох, опускаемся полностью вниз к ногам, и вдох грудью вперед, колени согнуть, уйти назад, собака, смотрящая мордой вниз. Опять точно так же, правая нога вперед, левую пятку в пол, вдох, подняться наверх, вытянуться, выдох вниз, шаг назад, собака, смотрящая мордой вниз, левая нога вперед, правую пятку в пол, вдох, подняться наверх, вытянуться, выдох вниз, шаг назад, собака мордой вниз, выдох, планка, чатуранга дандасана, вдох, собака верхняя, и выдох, собака нижняя, адхамуквашванасана, и опять стоим немного, здесь небольшая задержка идет, продолжайте вытягивать спину, но не проваливайтесь в плечах, это касается особо гибких, держите руки сильными, вставляйте кости плеч в плечи, и затем опять вдох, высокие полупальцы, подойдите вперед, ноги вместе, вдох грудью вперед, выдох полностью вниз к ногам, вы можете держаться за ноги, если есть необходимость, наверх, за сильными руками, сначала руки, и только потом спина, вытянулись, выдох, опустили руки в намасте, тадасана, немного усложним, руки перед собой, утка тасана, колени согнуть, копчик вниз, посмотреть наверх, вес тела в пятках, выпрямляем колени, опускаемся вниз к ногам, вдох грудью вперед, согните колени, ладони в пол, отходим с собакой мордой вниз, сразу выдох, планка, можно от колен, если устали, чатуранга дандасана, вдох, собака верхняя, вытягиваемся, и выдох, собака нижняя, затем сразу правая вперед, левую пятку в пол, вдох, подняться, вытянуться, выдох вниз, и шаг назад, планка, чатуранга дандасана, вдох, собака верхняя, и выдох, собака нижняя, левая нога вперед, правую пятку в пол, вдох, подняться наверх, вытянуться, выдох вниз, шаг назад, планка, чатуранга дандасана, вдох, собака верхняя, и выдох, собака нижняя, стоим с собакой мордой вниз, отдыхаем, если вам очень тяжело, то вы можете опустить колени в пол, таз на пятки, голову на лоб, и отдохнуть в баласане, успокаивайте свое дыхание, пусть ваше тело восстанавливается, и затем на вдох поднимитесь на высокие полупальцы, и подойдите вперед, поставьте ноги вместе, вдох к груди и вперед, выдох полностью вниз к ногам, наверх уткатасана, колени сгибаем за сильными руками, поднимаемся, копчик вниз, наверх выросли, выдох, руки в намасте, тадасана, и еще один кружочек, руки перед собой, колени сгибаем, копчик вниз, выпрямляем колени, опускаемся полностью вниз, вдох грудью вперед, колени сгибаем, ладони в пол, уходим с собакой мордой вниз, затем правая, извиняюсь, выдох, планка, чатуранга дандасана сразу, вдох, урдха муквашванасана, выдох, адха муквашванасана, правая вперед, левую пятку в пол, вдох, подняться наверх, вытянуться, выдох, вниз, шаг назад, планка, чатуранга дандасана, вдох, собака верхняя, и выдох, собака нижняя, затем левая вперед, правую пятку в пол, вдох, подняться наверх, выдох, вниз, шаг назад, планка, чатуранга дандасана, вдох, урдха муквашванасана, выдох, адха муквашванасана, стоим с собакой мордой вниз, отдыхаем немного, вытягиваем спину, расслабим живот, ноги сильные, ладони широкие, и затем вдох, высокие полупальцы, подходим вперед, ноги поставим вместе, вдох, вытягиваемся грудью вперед, выдох, полностью вниз к ногам, согните колени, утка тасана, копчик вниз, вес тела в пятках, вытягиваемся полностью наверх, выдох, руки в намасте, тадасана. Молодцы! Мы с вами хорошо разогрелись, сейчас давайте немного отдохнем, а отдыхать мы будем в наклонах. Первый наш наклон это подангуштхасана, второй подахстасана. Итак, расставьте ноги на ширину таза, вытянитесь наверх, вес тела перенесите больше в пятки, разверните ладони и поднимите руки наверх на вдох, на выдох опускаемся вниз, можно даже сначала согнуть колени, захватите себя за большие пальцы ног, два пальца, средний указательный, проходят между первым и вторым пальцем на ноге, на одной и на второй ноге, большие пальцы рук тоже участвуют здесь, затем потянитесь грудью больше вперед, вставьте кости плеч в плечи, лопатки в себя, и начинаем хорошенько толкать колени назад, то есть начинаем ноги выпрямлять. Если вам легко удается выпрямить ноги, значит вы начинаете сгибать локти и начинаете опускаться вниз к ногам, то есть буквально складываетесь пополам, опускаете постепенно голову, расслабляете шею, плечи больше поднимаем вверх от ушей, а локти больше толкаем вперед. Лопатки впитываем в себя, а поясницу и крестец расширяем. Если же вам пока тяжеловато, то вы тянетесь только вперед и просто пытаетесь выпрямить ноги. Прямо маленько опускай голову, расслабляй шею, локти можно подавать немножечко даже вперед, а плечи еще вверх от ушей. Держите таз очень компактным, затягивайте головы бедренных костей между собой и действительно немного сопротивляйтесь пальцами рук и пальцами ног. Здесь вы отдыхаете, вы можете закрыть глаза, расслабить лицо, вы можете полностью расслабить живот, он будет приходить здесь в легкую Дьяна Бандху, то есть второй такой энергетический замок, то есть живот как будто будет подтягиваться под ребра. Это очень полезно для внутренних органов полости живота и полости таза. Затем мы отпускаем один пальчик, второй пальчик, потянитесь немного грудной клеткой вперед, не будем подниматься наверх и останемся здесь. Просто присогните колени, отдохните немного, можно даже попереминаться с ноги на ногу. И затем падахстасана, то есть правая ладонь полностью проходит под правую стопу, а левая ладонь полностью под левую стопу. Прижмите стопами ладони к полу, потянитесь грудью вперед, кости плеч в плечи и опять пробуем выпрямлять ноги, пробуем выпрямлять колени, толкаем постепенно колени и бедра назад. Если вам опять легко все это удается, значит вы сгибаете локти, опускаетесь вниз, опускаете голову и расслабляете шею. Плечи больше поднимаем вверх от ушей, живот расслаблен, ноги очень сильные. Если же вам наоборот тяжело все это дается, значит вы только пытаетесь выпрямить ноги. Помните о том, что эти наклоны идут как отдых, то есть в этих наклонах вы сейчас восстанавливаетесь, вы отдыхаете здесь. Наклоны это вообще всегда отдых, успокоение, поэтому наклоны показаны при повышенном давлении, например. Еще несколько дыхательных циклов. Кстати, очень хорошая компенсация запястного сустава идет. Мы в Суринамаскаре много опирались на ладони, сейчас мы его компенсируем немного. Хорошо, потихоньку вытаскиваем одну руку, вторую руку, потянитесь грудью вперед, посмотрите прямо перед собой, поставьте руки на таз и поднимитесь полностью наверх за счет сильных ног. Молодцы. Чуть-чуть поработаем стоя, можно развернуться. Поставьте ноги на ширину таза сейчас. Пальцы стоп вытянуты, как обычно, колени и бедра затянуты. Мы немного будем включать уже косые мышцы живота в работу. Итак, поднимите руки наверх на вдох, вытянитесь руками, пальцы рук удлиняйте. Уртва хастасана. Опускайте плечи при этом вниз и небольшие наклоны. На выдох мы опускаемся вправо. Небольшой наклон делаем. На вдох поднимаемся наверх. На выдох влево. На вдох наверх. На выдох вправо продолжаем. На вдох поднимаемся. На выдох влево. На вдох подъем. Держите ноги сильными. Пятки не отрывайте от пола. И старайтесь все делать в одной плоскости. То есть не роняйте верхнее плечо. Например, наклон идет вправо. Не роняйте при этом левое плечо. Вдох наверх. Наклон идет влево. Держите правое плечо. Вдох наверх. Теперь правой рукой берем левое запястье. На выдох мы уходим вправо. И правой рукой вытягиваем левую руку из плеча. Растягиваем весь левый бок. Взгляд можно развернуть из-под руки наверх. На вдох подъем наверх. Левой рукой правое запястье. На выдох наклон влево. И теперь левой рукой мы с вами вытягиваем правый бок. Еще растягиваем себя хорошенько. На вдох поднимитесь наверх. На выдох мы руки опускаем вниз. Если они подзатекли, прям встряхните и избавьтесь полностью от напряжения. Отлично. Переходим дальше. Встаньте в начало коврика опять. Так, чтобы за вами было место, куда вы сможете отойти. Ноги поставьте вместе, большие пальцы вместе, стопы широкие, колени, бедра затянуты. Вытяните пальцы, рук тоже к полу. Разверните ладони, руки через стороны. Поднимите наверх. Можно посмотреть наверх вытянуться. На выдох опуститесь полностью вниз к ногам. Опять в наклон. Затем мы сгибаем колени, ставим ладони в пол и отходим назад. Собака, смотрящая мордой вниз. Пятки больше тяните к полу. Отталкивайтесь руками, вытягивайте весь позвоночник. Голова между руками, шея длинная. Затем на выдох мы переходим в планку. Планка – это одна прямая линия. Вот здесь мышцы живота должны быть в тонусе. Итак, колени затянуты, бедра плотные. То есть здесь все затягиваем и поднимаем наверх. Хорошенько копчик уводите назад. Не позволяйте себе прогибаться в пояснице. Такое ощущение, что вы даже животом хотите округлить свою поясницу, да, направляя пупок вверх к позвоночнику. Просто стоим пока в планке. Если невозможно здесь стоять, например, травма запястья есть, то вы можете позволить себе опуститься на предплечье. Если очень тяжело, опускайтесь уже вниз, если все в порядке еще несколько секунд. Все время подворачивайте копчик назад, а пятки толкайте назад. Затем опустите колени в пол, таз на пятки, голову на лоб. Отдыхаем. Если хотите, положите руки под голову, это допустимо. Закройте глаза, успокойте свое дыхание, расслабьте все свое тело. Мы сейчас будем работать с планками. Планки хороши тем, что они включают в работу все группы мышц, то есть задействуют все ваше тело. И мышцы пресса, и мышцы спины, и ноги очень хорошо работают, и руки, плечевой пояс весь хорошо работает. Угу. Итак, еще раз вытяните руки вперед, пальцы рук удлините, приподнимитесь и войдите еще разочек в планку. Одна прямая линия, мышцы живота в тонусе. Уберите вот этот поясничный прогиб, копчик подвернув назад. И сейчас мы поработаем немного с косыми мышцами живота. Для этого на выдох пятки вправо опускаем, на вдох мы их поднимаем наверх, на выдох пятки влево, на вдох поднять, на выдох вправо, вдох поднять, на выдох влево и так далее. Если вы чувствуете, что устаете, вам становится тяжело, то в любой момент вы просто опускаете колени в пол и отдыхаете. Если все в порядке, то продолжаете работать в динамике. Продолжайте копчик все время подворачивать назад, чтобы поясница была максимально плоской, а мышцы живота работали. Последний раз мы делаем в левую сторону, поднимаем пятки, опускаем колени и опять уходим на отдых. То есть таз на пятки, голову на лоб. Вообще, если вы чувствуете, что вам легко, наоборот, все это дается, то вы можете больше подходов делать, то есть еще немного поработать с опусканием пяток. Но помните о том, что в этом положении, в этом упражнении вы в первую очередь должны чувствовать именно мышцы живота, косые мышцы живота, да и прямые мышцы живота тоже. Но при этом вы не должны ощущать спину, тем более болезненные ощущения в спине. Если такое происходит, то, скорее всего, вы все-таки не довернули свой копчик, то есть надо его еще подвернуть. Если не удается, то лучше избежать этих упражнений и не выполнять. Продолжаем работать с планками, продолжаем работать с их вариациями. Уходим опять вперед, ладони на полу и опять входим в планку. Одна прямая линия. Хорошо. И сейчас мы будем опускать колени вниз. Итак, на выдох правое колено коснулось пола, на вдох выпрямляем, на выдох левое колено, вдох выпрямить и так далее. Просто шагаем попеременно то одной, то другой ногой. Копчик все время подворачиваем назад, мышцы живота все время в тонусе, руки очень сильные. Если вы опять чувствуете сильную усталость, вам не хватает сил, то вы можете просто опустить оба колена в пол. Вот таким образом и просто отдохнуть. Если все в порядке, то продолжайте выполнение упражнения. Еще буквально несколько раз. Последний раз мы делаем левым коленом, выпрямляем, опускаем колени и опять уходим на отдых. Таз на пятки, голову на лоб. Успокаиваем свое дыхание, если оно сбилось. Предыдущее упражнение, когда мы шагали то одной, то другой ногой, тоже было направлено на косые мышцы живота. То есть вы их должны были прочувствовать в этом упражнении. Маша, как дела? Все хорошо? Отлично. Сейчас будет еще одна вариация, пока отдыхаете, успокаиваете себя. Сейчас будет еще одна вариация с подъемом ног. То одну ногу будем поднимать, то другую ногу будем поднимать. Если вы чувствуете, что ваши запястья уже больше не выдерживают и вам очень тяжело, вы можете спуститься на предплечье, как я показывала в начале. Маша, как твои запястья? Нормально? Хорошо, отлично. Итак, пойдемте опять в планку. Одна прямая линия, мышцы живота в тонусе. Напомню, если очень тяжело, то вы спускаетесь на предплечье и делаете все то же самое отсюда. Здесь ноги нужно поставить вместе. И затем берем вдох и на выдох поднимаем правую ногу до параллели с полом. Пальцы правой ноги отправляем назад. Все тело очень сильное. И держим эту позу, это положение некоторое время. Затем опустите и поднимите также левую ногу. Удерживаем левую ногу. Взгляд вниз, задняя поверхность шеи все время вытягивается. Не проваливайтесь в пояснице. Опустите. Опустите колени. И опять таз на пятки. Отдыхаем. То есть мы работаем сегодня также много с отдыхом. Прям, Маша, ты можешь расслабить руки даже, опустить локти. Да. Посмотрите, как вам удобно. Вы можете руки под голову положить вперед, вытянуть назад, вдоль тела вытянуть. Без разницы. Это положение направлено на то, чтобы вы сейчас восстановили свои силы, восстановили дыхание, если оно сбилось. Еще немного отдыхаем. Хорошо. И теперь из этого положения мы с вами переходим вниз. Просто ложимся на живот. Вот. Постарайтесь сделать так, чтобы вы полностью поместились на своем коврике. И встаньте сразу на предплечье. Локти находятся примерно под плечами. Предплечье параллельно друг к другу. Сейчас мы будем делать планку от предплечей. Итак, подверните стопы. Поставьте их на полупальцы. Затяните коленные чашечки и уплотните бедра. Затем одним движением на выдох поднимите таз наверх до параллели с полом. Продолжайте сильно подворачивать копчик назад, так, чтобы мышцы живота были в тонусе. Удерживайте ноги сильными. Толкайте пятки назад, а бедра поднимайте вверх от пола. Затем опускаемся вниз. Освобождаем пальцы, ног назад и немножко потянемся. Просто руками начинаем тянуть землю на себя, а грудной клеткой как бы выползаем вперед. При этом отправляйте копчик назад, ягодицы назад, а руками еще тяните землю на себя. Действительно, как будто хотите выползти вперед. У вас тогда будет вытягиваться вся передняя поверхность тела. Угу. Чуть расслабиться. И сейчас мы еще раз делаем планку и будем опять опускать пятки то вправо, то влево. Итак, готовы. От предплечий стопы подвернуть, колени бедра вверх. И затем одним движением на выдох поднять таз наверх. На выдох пятки вправо опускаем, на вдох наверх. На выдох пятки влево, на вдох наверх. Хорошо. Продолжаем попеременно опускать пятки то в одну, то в другую сторону. Следите за тем, чтобы ваша поясница не прогибалась и, соответственно, не нагружалась. Если вы чувствуете неприятные ощущения в спине, болезненные ощущения, вы сразу прекращаете. Либо попробуйте еще подзвернуть копчик назад. Угу. Последний раз мы делаем в левую сторону. Доделываем в левую, чтобы у нас было одинаковое количество раз ту и другую сторону. Опускаем таз вниз, освобождаем пальцы ног назад и опять от предплечий потянемся грудной клеткой вперед. Такое ощущение, что вы хотите проползти вперед. Если бы вы лежали на скользком полу, не на коврике, вы бы действительно могли соскользнуть вперед немножко. Пусть вытягивается вся грудная клетка, вытягивается вся передняя поверхность тела, а спина постепенно укрепляется. Хорошо. Теперь немножечко расслабьтесь. Отлично. И мы попробуем с вами сделать чатурангу-дандасану снизу. То есть мы с вами будем уходить в отжимания, но только снизу. Сначала посмотрите на меня, потом мы с вами сделаем вместе. Итак, мы ляжем, ладони поставим под плечи, локти отведем назад. Стопы подвернем, поставим их на полупальцы, колени и бедра вверх. Затем одним движением на выдох попробуем поднять и таз, и грудь наверх до параллели с полом. Затем опустимся вниз и отдохнем. Давайте попробуем. Итак, ладони под плечами, локти назад, даже, возможно, немножечко назад ладони. Затем стопы поставим на полупальцы, колени и бедра поднимем вверх. Одним движением на выдох поднимемся наверх. Чуть ниже плечи, Мышенька. Стоим столько, сколько можем. Затем опускаемся вниз и отдохнуть. Просто полежите, отдохните. Высоко плечи не задирайте, старайтесь удерживать их на параллели с полом. И еще раз то же самое. Готовы. Ладони также под плечами, стопы на полупальцы, колени и бедра вверх поднимаем. И одним движением на выдох подняться наверх. Хорошо держим. Бедра вверх, копчик назад. И затем опускаемся вниз. Молодцы, отдохнуть. Можно руки даже под голову положить. Просто расслабьтесь немного. Расслабьте руки, расслабьте шею, ноги, спину. Просто отдыхаем. Хорошо. Приподнимите голову, ладони под плечи. Просто оттолкнуться руками и встать на колени. Отлично. Вытаскиваем из-под себя ноги. Садимся на ягодицы. Чуть продвигаемся вперед, чтобы за нами было место, куда мы сможем опуститься. Итак, и сейчас мы опускаемся на пол. Опускаемся вниз на предплечье. Удерживаем таз руками. Опускаем позвонок за позвонком на пол. И только в конце у нас опускается голова. Хорошо. Колени подтягиваем к себе. Обхватываем себя за ноги сверху, либо под коленями. Можно даже на вдох качнуться вправо, а на выдох качнуться влево. Промните немного мышцы спины. Прям покачайтесь вправо и влево. И сейчас мы с вами сделаем уртху прозориту падасану на 60, 45 и 30 градусов. Предлагаю вам два варианта. Первый вариант. Вы вытягиваете руки назад и прижимаете тыльные стороны ладони к полу. Сразу говорю, этот вариант сложнее. Второй вариант. Вы кладете руки под ягодицы. Таким образом, ваша поясница лучше прижимается к полу. Затем поднимаем ноги наверх на 90 градусов. Мышцы живота в тонусе. И мы животом уже давим на поясницу и прижимаем ее к полу. Затем на выдох опускаем ноги вниз на 60 градусов и удерживаем ноги в этом положении некоторое время. Отправляйте максимально копчик вперед, так чтобы ваша поясница удлинялась, а животом давите на поясницу и вдавливайте ее в пол. Ноги сильные. Если вы чувствуете, что поясница отрывается, лучше держите ноги выше. Пусть это будет даже 90 градусов, но поясница не должна отрываться от пола. Вдох. Поднимите ноги наверх. Выдох. 45 градусов, если можем, то есть еще ниже держим. Продолжаем отправлять копчик вперед, а кости бедер как бы вставляем в таз. Если вам становится очень тяжело, поднимайте ноги выше. Вдох. Поднимите ноги наверх. Выдох. 30 градусов, то есть практически около пола. Ни в коем случае не отрывайте поясницу. И вдох. Поднимите ноги наверх. Согните колени. Отдохните немного. Можно опять покачаться вправо и влево. Расслабьте полностью живот. Расслабьте спину. И сейчас мы с вами сделаем еще раз то же самое. Готовы. Любой вариант. Либо руки назад, либо руки под ягодицы. Поднимите ноги наверх на 90 градусов. Прочувствуйте, что мышцы живота пришли в тонус и поясница прижалась к полу. И на выдох опустите ноги вниз на 60 градусов. То есть совсем-совсем чуть-чуть. Машенька, даже выше немножко. Вставляйте кости бедер в таз. Копчик направляйте вперед, как будто вы его опять подворачиваете. И давите животом на поясницу. Вдох. Поднимите ноги. Выдох на 45 градусов. Удерживаем ноги в этом положении. Давим животом на поясницу. Поясницу прижимаем к полу. Вдох. Поднимите ноги. Выдох. 30 градусов, если можем. Если не можем 30, держите 45. Не можем 45, значит 60. Не можем на 60 держать, значит держите вообще ноги просто наверху. Но ваша поясница должна прижаться. Вдох. Поднимаем ноги отлично. Колени к себе. Отдыхаем. Я предлагаю даже здесь потянуться. Поставить стопы в пол. Затем вытянуть ноги вперед, а руки назад. Да, растянуть себя по коврику. Ногами вперед, руками назад. Можно то носочками потянуться, то пяточками потянуться вперед. Да, небольшие боковые вытяжения, как Маша это сейчас делает. То есть то одной рукой, то другой рукой. Растянуть себя немного. Хорошо. И внизу мы еще немного поработаем с мышцами живота. Это будет артха навасана. Навасана это поза лодки. Но ослог артха обозначает половина. То есть половинчатая поза лодки. Итак, согните колени. Поставьте стопы в пол, примерно на ширину таза. Руки положите. Я предлагаю сразу руки положить под голову на затылок. Таким образом мы, получается, в безопасности держим шею. То есть шея в безопасности здесь находится. Она не напрягается лишний раз. Итак, ноги. Ноги на ширине таза. Стопы прижаты к полу. И сейчас возьмем вдох. На выдох поднимаем голову, плечи и лопатки наверх по возможности. Мышцы живота в тонусе. Животом мы как бы давим на поясницу и прижимаем поясницу к полу. Копчик больше отправляем вперед. Держим себя здесь некоторое время. И затем опускаемся вниз. Сейчас мы будем усложнять. То есть будем поднимать то одну ногу, то вторую ногу, а потом даже обе ноги. Итак, готовы. Возьмите вдох. На выдох поднимаем голову, плечи, лопатки. Мышцы живота в тонусе. Животом давим на поясницу. Затем выпрямите правую ногу, пальцы правой ноги примерно на уровне глаз. Буквально вставляете правую бедренную кость в таз, а копчиком продолжайте тянуться вперед. Давите животом на поясницу, опускайте поясницу к полу. Поставьте стопу, опуститесь вниз. Расслабьтесь немного. Еще раз берем вдох. На выдох поднимаем голову, плечи, лопатки. По возможности. Мышцы живота в тонусе. И выпрямите также левую ногу. Продолжайте вставлять левую бедренную кость в таз. Копчик подворачивайте вперед. Живот опускайте вниз. И животом давите на поясницу. Поставьте стопу, опустите спину. Расслабьте немного живот. Сейчас мы попробуем поднять обе ноги наверх. Сначала можно поднять их выше, потом опускать постепенно вниз. Самое главное – это поясница, прижатая к полу. Итак, берем вдох. На выдох поднимаем голову, плечи, лопатки. Затем выпрямляем ноги. Если вам тяжело, поднимите их вверх. Самое главное – прижимайте поясницу. Если вам легко, опускайте, значит, ноги вниз, ниже, ниже и ниже. До тех пор, пока можете удержать поясницу на полу. Поставьте стопы, опуститесь вниз. Расслабьтесь немного. Отдохните. Расслабьте живот. Расслабьте спину. Хорошо. И здесь же мы сделаем скручивание. Подтяните колени к себе. Оба колена. Раскиньте руки в стороны. Можно ладонями вверх, можно ладонями вниз. Самое главное – плечевой пояс должен быть прижат к полу. И сейчас в динамике будем работать. На выдох колени опускаем вправо, левое плечо держим на полу. На вдох поднимите ноги наверх. На выдох ноги опустите влево, правое плечо держите на полу. На вдох наверх. На выдох опять вправо. На вдох поднять. На выдох влево. На вдох поднять. И еще на выдох вправо опускаем. На вдох поднимаем наверх. На выдох опускаем влево. На вдох наверх. Еще по одному разу на выдох вправо. На вдох поднять. И еще раз на выдох влево. На вдох поднять. Хорошо. Сейчас попробуем немного усложнить эту позу. Поднимите ноги наверх на 90 градусов. И сейчас прямые ноги на выдох опускаем вправо, причем пытаемся над правой ладонью опустить. Левое плечо держите на полу. Сильно низко ноги не стоит опускать, потому что иначе вы можете просто уронить их. На вдох поднимите наверх. На выдох ноги опускаем влево на тот уровень, на который можете. На вдох наверх. На выдох ноги вправо. Левое плечо держим. На вдох поднимаем наверх. На выдох ноги влево опускаем. Вдох наверх. Если вы чувствуете, Маша, продолжаешь. Если вы чувствуете, что вы очень устаете в этом положении, вы не можете пока так опускать ноги, прямые, да, их не можете опускать, то можете согнуть колени и работать с согнутыми ногами. Если все в порядке, то продолжаем опускать прямые ноги то вправую, то в левую сторону. В динамике, то есть в темпе своего дыхания. Да, выдох еще вправо. Вдох поднимем. Ну и последний раз. На выдох влево опустим. Хорошо. Опустите стопы в пол. Хорошо. Потянитесь немного по полу, как мы делали чуть ранее. Потянитесь руками наверх, ногами вниз. Растяните себя немного. Можно опять же то носочками потянуться, то пяточками потянуться. Да, отлично. То есть растянуть себя нужно. Молодцы. Хорошо. И сейчас мы с вами немножечко отдохнем, небольшую компенсацию сделаем. А компенсация у нас будет в прогибе сету банха сарвангасада. Для этого согните колени, поставьте стопы в пол. Стопы у нас на ширине таза, поближе к ягодицам. Руки положите просто вдоль тела. Затем поднимаем на вдох, таз наверх, за тазом поднимаем всю спину. Руки под собой берем в замок, переплетаем пальцы рук. Заворачиваем, подворачиваем плечи под себя. Плечами отталкиваемся, поднимаем хорошенько грудную клетку и направляем грудь к подбородку. Таз поднимаем как можно выше, ягодицы направляем вперед и колени немного стягиваем между собой. Затем распускаем замок и мягко опускаемся вниз. Прям позвонок за позвонком опустили и в конце опустили таз. Сейчас мы с вами сделаем еще раз то же самое, только неудобный замок под собой. Итак, готовы. Руки вдоль тела. И опять поднимаем таз наверх, за тазом поднимается спина, поясница. Затем грудной отдел. Руки в неудобный замок под собой. Плечи подвернули под себя, прям одно, второе плечо. Раскрывайте грудную клетку, поднимайте ее, колени немного стягивайте, таз поднимайте как можно выше. Затем распустите замок и медленно позвонок за позвонком опустите вниз. Хорошо, отлично. Сейчас мы с вами начнем расслабляться. Начнем мы с вами расслабляться в субта-бадхаканасане, а затем уже перейдем в шавасану. Шавасана – это поза отдыха и расслабления. Делается она в конце занятия. Итак, лягте ровно на свой коврик. Машенька, чуть-чуть сдвигайся назад. Хорошо. Разведите колени в стороны, подошвы стоп, соедините вместе. Да, то есть сначала мы делаем бадхаканасану. Затем руки вы можете положить как чуть в стороны от тела ладонями вверх, так и убрать их назад и обхватить за локти, за головой. Какой вариант вам больше нравится, такой вы и выполняете. Хорошо. Пусть вас не смущает здесь прогиб в пояснице. Это абсолютно естественный прогиб, естественный лордоз, который образовывается здесь. Если напряжение очень сильное в пояснице, появляются неприятные ощущения, значит, надо собрать ноги и опустить колени друг на друга просто. Такой вариант компенсирует немного. Если же все в порядке, то просто расслабляйтесь. Закройте глаза. Расслабьте здесь полностью ноги. Расслабьте внутренние пахи, внутренние бедра. Позволяйте коленям спокойно опускаться вниз. Расслабляйте постепенно живот. Сделайте его мягким. Отпускайте его. Отпускайте все напряжение, тем более, которое накопилось у нас за занятие. Также расслабляйте руки. Расслабляйте грудную клетку. Горло. Пусть оно будет мягким тоже. И полностью расслабьте лицо. Разомкните зубы, расслабьте губы, язык. Отпускайте нижнюю челюсть, не держите ее. Уберите все напряжение с лица. Если вы чувствуете, что ваши ноги устают, устают тазобедренные суставы, пахи, то собирайте колени и просто выпрямляйте ноги, положите их в шавасану уже. Если же все в порядке, то еще минуту смело можете лежать в бадха-канасане. Просто отдыхайте здесь. Расслабляйтесь. Расслабляйтесь. и сейчас аккуратно соберите колени если хотите можете помочь себе руками выпрямите одну ногу выпрямите вторую ногу ноги примерно на ширине таза позвать позвольте стопам распасться в стороны вправо и влево расслабьте полностью ноги расслабьте руки они чуть в сторонах от тела ладонями вверх уже лежат глаза также закрыты и сейчас мы с вами постараемся полностью расслабиться и полностью отдохнуть отпускайте границы своего тела расслабляйте руки расслабляйте ноги расслабьте живот грудь ребра горло расслабляем полностью лицо разглаживаем кожи лица расслабляйте и разглаживайте лоб межбровное пространство пусть веки будут мягкими и тяжелыми пусть они спокойно опускаются на глаза а глазам позволяйте опускаться вниз вглубь черепа сглотните слюну разомкните зубы расслабьте губы язык расслабьте полностью кожу головы успокойте свою разуму и ощутите внутри себя полное спокойствие и умиротворение побудьте в этом состоянии некоторое время и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сейчас мы возьмем чуть глубже вдох и чуть медленнее выдох Почувствуем себя здесь, сейчас ощутим границы своего тела Можно пошевелить пальцами рук и ног, можно потянуться, подвигать тело не спеша Постепенно сгибаем локти и колени Переворачиваемся на правый бок Приподнимаемся И садимся Садимся удобно, можно сесть в швостикасану перекрест ног перед собой Прикройте глаза Приподнимите руки и соприкосните ладони перед грудью Мысленно поблагодарим себя за работу, за практику, себя и друг друга Склоним голову Распустим руки, положим их на бедра Приоткроем глаза И приподнимем голову Намасте Спасибо вам большое за практику Спасибо за работу На этом мы наше занятие завершаем До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok